МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания Шибекина. В студии Алексей Мигалёв. Главные новости из жизни города и района в нашем выпуске. 11 марта в микрорайоне Северный состоялось открытие нового детского сада. Успешно прошел отчетный концерт Шибекинского района в областном центре. В Центральном парке широкими гуляниями отпраздновали Масленицу. Народный самодеятельный коллектив Театр танца Искорки отметил свой 20-летний юбилей. А теперь об этих и других событиях подробнее. Новый детский сад Теремок, открывшийся в микрорайоне Северный, позволил ликвидировать в Шибекина очередь в дошкольные образовательные учреждения. На торжественном открытии Теремка побывали и наши корреспонденты. Детский сад Теремок, открывшийся в микрорайоне Северный, рассчитан на 115 мест. Учреждение включает 5 групп. Две группы для детей от 2 до 3 лет, еще три для детей от 3 до 7 лет. Открытие нового детского сада – долгожданное событие. Ввод в эксплуатацию этого объекта позволил решить проблему отсутствия у родителей возможности давать своим детям дошкольное образование. На торжественной церемонии открытия присутствовали глава администрации Шибекинского района Алексей Николаевич Калашников, заместитель губернатора Белгородской области Сергей Андреевич Баженов, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Стройком» Николай Валерьевич Шафоростов. Алексей Николаевич Калашников отметил важность данного события для шибекинцев. Сегодня, как было сказано, на самом деле в Шибекино очередной замечательный праздник. Сегодня мы с вами открываем новый, вновь построенный в таком развивающемся микрорайоне, очень даже необходимый, я бы сказал, детский сад, рассчитанный на 115 мест. Данный объект сегодня построен здесь по всем современным требованиям, всем современным стандартам соответствует, в нем есть все необходимое, бассейн, но одним словом, все необходимое для развития и полноценного развития наших детей. Я бы хотел сказать, что с водом эксплуатации этого объекта мы с уверенностью сегодня можем сказать, что в Шибекинском районе очереди в детские сады нет. У нас до сегодняшнего дня примерно 60 детей находилось дома, которые, наверное, имели и уверен, что имели желание посещать детские сады, но, к сожалению, не было возможности. Сегодня эта проблема решена, и я бы хотел от всех нас вместе с вами вот сердечно поблагодарить нашего губернатора Вени Степановича за такой замечательный подарок правительству области за поддержку в реализации данного проекта и пожелать всем крепкого здоровья. Я также хотел сказать спасибо строителям, вот о них тоже сегодня было сказано, они все качественно, вовремя выполнили свою работу. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и хотел бы пожелать дальнейшего процветания нашему любимому городу. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился заместитель губернатора Белгородской области Сергей Андреевич Баженов. Дорогие шебекинцы, уважаемый Алексей Николаевич, Оксана Викторовна, уважаемые виновники торжества. Ну, конечно же, большое спасибо строителям за то, что они сегодня дарят такой подарок. И решением этого важного для шебекинцев вопроса мы закрываем, в общем-то, и большую программу, которую руководил лично Евгений Степанович, наш губернатор, в результате реализации которой удалось выполнить, безусловно, большую задачу, которую ставил президент по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах. Мы сегодня можем сказать, что за 3 года реализации этой программы свыше 20 детских садов новых построено. 6 детских садов возвращено из ранее ушедших в другие направления. Около 32 детских садов, свыше, вернее, 32 детских садов реконструировано. Построены многие детские, в школах детские, такие отделения детских садов. Свыше 6 тысяч семей имеют сегодня возможность дополнительно к тому, что мы имели, привезти своих детей в детские сады. Это грандиозная работа, на которую было потрачено 2 миллиарда 225 миллионов рублей. Ключ от нового дома детства заведующему детским садом «Теремок» Оксане Викторовне Авраменко вручил руководитель общества с ограниченной ответственностью стройком Николай Валерьевич Шафоростов. Право перерезать ленту в детский сад «Теремок» предоставили главе администрации Шебекинского района Алексею Николаевичу Калашникову, заместителю губернатора Белгородской области Сергею Андреевичу Баженову и воспитанникам детского сада Максиму Олейникову и Оле Миньковой. Строительство детского сада началось в июле 2014 года в рамках реализации федеральной программы «Модернизация региональных систем дошкольного образования». Первые воспитанники пришли в сад еще 1 февраля до праздничного открытия. Детский сад рассчитан на 5 групп по 20-25 человек. Для самых маленьких работают ясли, пока в них 14 детей. Сегодня в «Теремок» пришли 95 ребят. Еще 30 малышей проходят медкомиссию. До 1 апреля группы будут полностью укомплектованы. Сад построен согласно современным требованиям, оснащен всем необходимым оборудованием для развития детей. Дворовая территория «Теремка» разделена на различные тематические зоны – игровые и образовательные. Дети и педагоги уже строят планы по обустройству двора. Когда потеплеет, они вместе собираются сделать оздоровительную дорожку и альпийскую горку. Один из любимых уроков мальчишек и девчонок по признанию воспитателей – плавание в детсадовском бассейне. Плавательный бассейн является одной из главных достопримечательностей нового сада. А еще в «Теремке» есть большой музыкальный зал, спортивный зал, медицинский и процедурный кабинет. Есть своя прачечная. Оборудован лингофонный кабинет. С 1 сентября планируется начать раннее изучение английского языка с детками старшего дошкольного возраста. Сегодня в жизни нашего микрорайона радостное событие – открытие нового детского сада, построенного согласно новым требованиям, современным технологиям. Дети – это наше будущее, наше богатство. И все, что мы, взрослые, делаем в нашей жизни – это ради детей и во имя детей. И когда мы слышим звонкий смех ребенка, знающего, что его любят, жизнь продолжается. И с каждым годом становится лучше. Так пусть же и у наших детей будет радостное, беззаботное, счастливое детство. И за это хочется выразить слова благодарности администрации Белгородской области, администрации Шебекинского района, строительной компании «Стройком», строителям, а также всем, кто внес непосильный вклад в строительство нашего детского сада. А еще хочется мне пожелать больших творческих успехов новому педагогическому коллективу. В этот день в Теремке был настоящий праздник. Маленькие артисты отблагодарили всех причастных к открытию сада яркой и веселой концертной программой. А кукольный театр Центра культурного развития показал малышам и гостям праздника сказочную постановку «Теремок». Дорогие земляки, 2 апреля приглашаем вас на долгожданную встречу. Во Дворце культуры состоится концерт Государственного Академического Воронежского Русского Народного Хора имени Константина Масолитиного. Начало концерта в 16 часов. Билеты уже в продаже. Справки по телефонам 54-203 и 54-204. Для групп о 10 человек будет действовать специальное предложение. Творческий отчет любительских коллективов и мастеров декоративно-прикладного творчества Шебекинского района состоялся в минувшую субботу в Белгородском Государственном Центре Народного Творчества. По согласованию с губернатором области Евгением Степановичем Савченко в течение 2016 года в городе Белгороде проводятся творческие отчеты в муниципальных районах и городских округов области. 12 марта в Белгородском Государственном Центре Народного Творчества побывали артисты любительских коллективов и мастера декоративно-прикладного творчества Шебекинского района. Перед началом концерта можно было в полной мере насладиться работами мастеров со всего Шебекинского района. Шебекинский район радовал почетную публику, посетившую достойное внимание мероприятия. Блиставшие на сцене артисты срывали бурные овации после каждого концертного номера. Уже не в первый раз было доказано, что земля Шебекинская насыщена огромным количеством талантов, способных удивлять и восхищать. Концерт для зрителя пролетел незаметно. От сцены невозможно было оторвать глаза. Своими впечатлениями о концерте поделились присутствующие почетные гости. Я не побоюсь сказать, что каждый отчетный концерт любого микрорегиона, как это можно сказать, в нашей области, это, конечно, праздник. И Шебекинский район один из лучших, я могу сказать, по той простой причине, что вы сами сегодня все это видели. Разножанровость. Это просто феерия. Я могу сказать, что тематика выбрана неспроста. Они нам просто разрешили открыть весну. Это очень символично, что в конце зимы, в начале весны это закрепляется мастерничная неделя. И на самом деле на сцене было буйство красок, буйство гармонии, буйство костюмов. Вот Шебекинцы дали нам возможность прикоснуться к своей семье. Она у них очень разноплановая. И морская где-то, и балетная, и такая нестандартная, и гармоничная. Но, тем не менее, это семья молодая. Вы обратите на это внимание, потому что очень много молодых коллектив, очень много молодежи. Это здорово, потому что если в семье много молодежи, то и преимственность поколений, согласитесь. Я не побоюсь сказать, что шебекинцы великие молодцы. И дай Бог им творчество, процветание, дальнейшее развитие. Но для культуры нашего региона пока крепка семья, крепка Россия, крепка культура. И это любовь к малой родине. Понимаете, вот через культуру, через вот и инструменты культурного развития. И, конечно же, остались довольны проведенным временем зрители, которые поблагодарили артистов за прекрасный концерт. Нет такого праздника в России, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица. В Центральном городском парке широкими гуляниями отпраздновали Масленицу. С давних времен праздник широкой Масленицы на Руси отмечается веселыми гуляниями. Шумные проводы русской зимы накануне Великого поста остаются общенародной традицией. Несмотря на небольшой дождь, собравшихся было немало. Горожане, которые пришли на празднество, смогли почувствовать праздник в полной мере для шебекинцев. В этот день было организовано театрализованное концертно-игровое представление с Масленицей и персонажами сказки Александра Островского «Снегурочка». Зрители грелись танцами и горячим чаем. К чаю подавали угощения, пирожки, баранки, лепешки и, конечно же, блины. В парке было много различных увеселительных площадок. Проведение беспроигрышной лотереи во время праздника является традиционным. Многие с удовольствием участвуют в розыгрыше призов и подарков. Настоящих богатырей собрала площадка, где проходили соревнования по поднятию гирь, перетягивание каната, веселые старты для детей, народная игра «Городок». Это лишь малая часть интересных моментов праздника. Забава на столбе – отличный конкурс для ловких и отважных парней, который в этот день покорился не всем участникам. Залезть на высоту больше трех метров оказалось нелегким занятием. Горожане гуляли от души, артисты поднимали настроение танцами и веселыми частушками. Шебекинцы с удовольствием весело провели время. Масленицу проводили, а значит, что весенние теплые деньки уже не за горами. Уважаемые земляки, 29 марта на сцене Шебекинского модельного дворца культуры Белгородский государственный академический театр имени Щепкина покажет спектакль по пьесе Виктора Ольшанского «Зимы не будет». Герои спектакля – четыре кошки, дерево, растущее во дворе дома и даже подержанный автомобиль. Всем подарена возможность говорить, чувствовать, общаться между собой так, что мы, зрители, можем это наблюдать. Билеты уже в продаже. До встречи на спектакле. 20 лет назад на базе Шебекинского детского сада номер 12 «Искорка» была организована одноименная хореографическая группа, которая впоследствии станет визитной карточкой Шебекинского района и будет именоваться театром танца. И носить гордое название «Народный самодеятельный коллектив». Речь идет о воспитанниках Надежды Петровны Зайцевой, которые 6 марта дали для жителей города удивительный концерт под названием «Лучший подарок». Творческий путь хореографического коллектива «Искорки» насчитывает два десятилетия. Этот удивительный коллектив раскрывает перед зрителями мир танца. Каждая постановка – яркое и самобытное событие. Обыкновенное чудо, происходящее на сцене. Коллектив приобрел популярность после неоднократных побед на районном фестивале «Хит-топ» и международном фестивале «Асколданс». Как «Искорки» получали свой первый гран-при, рассказывает Дмитрий Грустев, возглавляющий в то время Шебекинский отдел по делам молодежи. О Надежде Зайцевой можно действительно говорить очень-очень много. То, о чем мы изначально говорили, действительно, человек настолько профессионал, настолько серьезно относится к своему делу, потому что очень долго мне пришлось буквально упрашивать ее выступить в нашем фестивале, который мы придумали. Работу, которую она делает, она делает блистательно. Она настоящая профессиональная. Помню первый коллектив «Искорки». Девочкам было буквально по 11-12 лет. Первый раз, когда попали ему в старый «Асколд». Но они фактически росли. У нее росли вместе со мной. Забавный момент. Когда-то друзья из Астрахани, из танцевального коллектива «Искорки», мне говорят, там дискотека, танцуют ребята, и твои девочки что-то там бегают, потерялись. Выхожу, вижу такую картину. Буквально в ночнушках наши «Искорки», которым по 11-12 лет, там идет рядом дискотека. Вот, и они таким в испуге, что делают, ребят, что случилось с такой девочкой, дорогие мои? Мы маму Наде потеряли. Мама Наде. Вот это вот самое главное слово, наверное, потому что она действительно настоящая мама, которая учила их не только танцам, но учила их жить. Для каждого воспитанника Надежды Петровны сцена – место для жизни. Невероятные приключения, удивительные образы – это все следствие большой любви и трудолюбия, которое прививает наставник к самой первой встрече. Это был маленький коллектив. Детки, которые жилали, пришли. Вот, занимались мы на базе детского сада «12». Детский сад под названием «Искорки». Оттуда и пошел наш, взял такое свое название. Ребята занимались сначала чисто любительские, а потом постепенно росло мастерство ребят, техника, образность их исполнения и артистизм, то есть образность, техника исполнения. Постепенно коллектив пополнялся еще и детками. И уже в 2002 году, когда я пришла работать во Дворце культуры, коллектив на тот момент уже имел победы, заслуги. Уже были победителями на конкурсе «Асколданс» на тот момент. Вот, и где-то примерно в 2002 году мы прошли первую защиту на звание народного, то есть подтвердили себя, вот, как коллектив сплоченный, дружный, который умеет уже что-то, танцует хорошо, интересно. Нам был присвоен звание народное. С тех пор мы, буквально каждые три года, коллектив наш подтверждает и защищает это звание народное. Девчонки и мальчишки взрослеют. Жизнь раскидывает их, как сеятель зерна. Взрослеют, но не уходят. На большие концерты, на юбилей Надежды Петровны собираются, как в родовое гнездо. Все, кто когда-либо был причастен к театру танца. Некоторые создали свои коллективы, как, например, Наталья Чемерченко. Зажигательных стиляк и ярких невест на сцене помнят многие. А это и есть постановки группы «Эверия», которой она руководит. Маленькие искорки продолжают традиции коллектива. Они полны грандиозных надежд, великих мечтаний. Болеют душой за каждое выступление и изо всех сил стараются быть лучше. Всем этим воспитанники поделились с нашими корреспондентами. Я очень люблю танцы, для меня танцы – это жизнь. Я очень люблю танцевать, и мне нравится это, потому что мне нравится путешествовать и ездить по разным странам. Я обрела очень много подруг, положительные эмоции и много веселья и радости. Все новое – это хорошо забытое старое. Первое заседание Совета работающей молодежи Шебекинского района состоялось в Центре культурного развития. Подробности в репортаже Тараса Приказчикова. Совет работающей молодежи основан на принципах равноправия, добровольности, самоуправления и законности. Основная функция Совета работающей молодежи – защита социально-экономических прав работающей молодежи, создание условий, гарантий и стимулов для всестороннего развития молодого человека, стремление к раскрытию его духовного и творческого потенциала. Кроме того, деятельность Совета работающей молодежи – это целенаправленная работа по всесторонней поддержке молодежных общественных организаций и объединений, вовлечению молодежи в общественно-политическую жизнь города, привлечению молодых людей в деятельность органов самоуправления в различных сферах жизни общества. 11 марта в Центре культурного развития Совет работающей молодежи Шебекинского района провел первое заседание, на котором утвердили положение и выбрали председателя. На заседании присутствовали почетные гости – Андрей Николаевич Гуров, председатель избирательной комиссии Шебекинского района, Ренат Леонидович Шаламов, председатель Координационного совета профсоюзов Шебекинского района и Оксана Николаевна Суботина – начальник отдела молодежной политики. Ну, уже, наверное, не первая структура молодежная, которая формируется в Шебекинском районе, в надежде на то, что она будет действовать и задействовать местному самоуправлению. Поэтому хотелось бы, чтобы это были самые активные проводники той политики, которая исходит от местных органов власти, для того, чтобы, ну, и даже не то, что от местных, а от общинных органов власти. Вы видите, что отношение к молодежи поменялось и с каждым годом меняется, все более активно привлекается молодежь только государственные органы власти. Совет работающей молодежи – это общественный совещательный орган при отделе молодежной политики, который должен стать связующим звеном между властью и работающей молодежью Шебекинского района. Одной из главных задач совета является учет интересов и потребностей различных групп молодежи, осуществление привлечения молодых горожан в разработку и реализацию основных направлений молодежной политики. Председателем совета большинством голосов был выбран Александр Недобывайлов, работающий звукооператором в Крапивинском сельском Доме культуры. Также в состав совета вошли представители трудовой молодежи, крупных предприятий, организаций и муниципальных учреждений района, общество с ограниченной ответственностью ГОФРОТАРА Шебекина, открытого акционерного общества Шебекинский маслодельный завод, Шебекинского агроремесленного техникума, Средней общеобразовательной школы номер 5. И это далеко не весь список потенциальных участников совета работающей молодежи. Молодость – это не только время мечтаний, но и то время, когда начинается серьезная взрослая жизнь. И кому никак, как работающей молодежи, это будет понятно. Ребята, которые сегодня у нас пришли на заседание, кто-то из них печет хлеб, кто-то из них лечит детей, кто-то этот хлеб продает. И у всех у них есть совершенно различные проблемы, которые и будут решаться в Совете работающей молодежи Шебекинского района. Совет работающей молодежи Шебекинского района создан в соответствии с проектом, реализуемым на территории нашей области, по вовлечению работающей молодежи в совещательные органы. Говоря простым, понятным обывателю языком, Совет работающей молодежи Шебекинского района – это совещательный общественный орган при отделе молодежной политики Шебекинского района, в котором работающая молодежь будет представлять интересы своих коллег, своих односельчан, своих согрожан, своих соседей, интересы всей молодежи Шебекинского района. Акция «Светлому празднику. Чистый город» начинается в Шебекино задолго до главного праздника – христиан Пасхи. Едва сошел снег и просохли лужи, шебекинцы выходят на улицы города, чтобы очистить их от мусора и навести порядок. На прошлой неделе состоялась очередная уборка. То, что наш город, да и вся область в целом содержится в чистоте и порядке, по-особенному понимаешь, когда выезжаешь за их пределы. Экологические акции в Шебекино проводятся как по инициативе властей, так и благодаря усилиям жителей. Хозяйское отношение к каждому кусочку родной земли – отличительная черта людей, любящих свой край. Я думаю, чтобы доказать любовь своему городу, нужно прийти и во благо городу поработать на свободнике, подышать свежим воздухом, полюбоваться на эту красоту, которую сажали наши деды и прадеды. Я считаю, что это нужная традиция и полезная традиция, потому что общественный труд, он всегда сближает коллективы, людей. Мы добираемся до таких мест, куда вроде бы не обращаешь внимания, но мы регулярно, каждый год чистим парк, и потом мы по нему ходим, гуляем и радуемся от его чистоты. И, кстати, другие люди очень замечают. Говорят, что в городе стало чище. Городской парк после зимы нуждается в особом внимании. Нужно не только собирать мусор, но и убирать сухостой. Сотрудники Шебекинского модельного дворца культуры ответственно подошли к делу. Сделать наш город чистым и красивым мы сможем только совместными усилиями. Несомненно, городской парк – любимое место отдыха всех поколений шебекинцев – стал после уборки чище и красивее. Подобные экологические акции будут проходить в разных уголках города в течение всей весны. Очередное заседание клубного объединения «Россы» состоялось в кинотеатре «Космос». Традиционному просмотру фильма предшествовала дружеская беседа и теплое общение. Люди старшего поколения с удовольствием собираются вместе. Общение в дружеской обстановке согревает сердца. А кино – одно из любимейших увлечений каждого. Хор детского сада номер 14 «Казачата» порадовал ярким выступлением. Бойкие девчонки, важные мальчишки исполняли задорные казачьи песни. А зал подпевал. Завершением встречи стал просмотр фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее», в котором рассказывалось о пути трех легендарных российских спортсменов – борце Александре Карелине, гимнастке Светлане Хоркиной, пловце Александре Попове. На этом наш выпуск завершен. Над его созданием работали Валентина Ягупова, Лилия Гоголева, Иван Сомкин, Тарас Приказчиков и Алексей Мигалев. Следите за новостями и оставайтесь с нами. Продолжение следует...